Ну это глупо же. Первые в этом году политические заявления космического масштаба сделал Талгат Мусабаев. В интервью российскому изданию глава Коскосмоса рассказывает о новых правилах использования космодрома Байконур, который является частью независимого Казахстана, но уже 20 с лишним лет живет по законам России. Одно из главных достижений – договоренность о совместном использовании космической гавани. И это хоть какой-то шаг вперед, но уже следующее заявление генерала авиации противоречит ожиданиям определенной части казахстанского общества. Ни я, ни один здравомыслящий человек в Казахстане не хочет, чтобы Россия уходила с Байконура. Мы партнеры и союзники. Мы бы хотели, чтобы Россия оставалась на Байконуре всегда. Нужно определиться, Мусабаев работает на Россию или он работает на Казахстан. Так круто отреагировали на слова Мусабаева, активисты экологического движения «Антигиптил». Они грозят новой волной акций протеста. Начать обещают со сборок подписей под заявлением об отставке главы Коскосмоса. Однозначно нужно реагировать радикально. Уже неодногласно были заявления, что нужно подавать в отставку самостоятельно Мусабаеву, либо собирать подписи. Я вижу, что самостоятельно он подавать в отставку не хочет, и переходить на работу в Роскосмос пока не собирается. Скорее всего, нам нужно будет начинать собирать подписи. По соглашению президентов России и Казахстана Бориса Ельцина и Нурсултана Назарбаева Москва арендует космодром до 2050 года и платит за это Астане 115 миллионов долларов в год. Сумма по своим масштабам далеко не космическая, но даже не это принципиально для казахстанских нацпатриотов. Главный вопрос о принадлежности космодрома по сути так и остается открытым. С одной стороны Байконур – территория Казахстана, с другой – это все еще российский Байконур. К слову, школьники в одноименном городе получают российские аттестаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова